Добрый день, друзья! Я вас приветствую на канале GERA IN COMPANY. Мы находимся на стрелковом комплексе Сапсан. И сегодня я хочу рассказать о том, что нужно знать новичку о тетивах. Итак, для чего тетива нужна? Тетива предназначена для того, чтобы передавать усилие углубить плеч на стрелков. То есть, когда мы растягиваем лук, его на тверстие, сила, плеч перейдется на тетиву и ствола летит к цели. Теперь пару слов о том, какие бывают тетивы. На сегодня наиболее распространены два основных вида тетив. Первый, известный тип, это фламандская тетива или ее еще называют плетенка. Она представляет собой заплетенную косичку петли на концах. И второй тип, тетива спортивного типа, которая более характерна для луков современных, спортивных. И она отличается двойной конструкцией. Теперь хочу ответить на некоторые часто задаваемые вопросы, которые нам присылают по поводу тетива. Один из первых таких и наиболее частых, для чего нужен стилькипер. Вот такой ремешок, который мы даем в комплекте к таким нашим лукам. Во-первых, он нужен для того, чтобы удерживать тетиву в транспортном положении. То есть, она будет постоянно натянута вдаль лука, не будет распутываться, не будет запутываться. будет постоянно в рабочем состоянии. И второе назначение его, он фиксирует тетиву на нужном, скажем так, количестве оборотов закрученных. Дело в том, что тетива, она всегда подкручена на нужное количество оборотов. Это нужно для того, чтобы тетива всегда находилась на правильной базе. Что же такое база? База лука – это расстояние между стенкой рукояти и самой тетивой. Она, как правило, индивидуально подбирается. Самый простой способ определить высоту базы – это просто вот таким способом поставить кулак с отравленным пальцем. Это для конкретного ссылка рекомендуемая высота базы. Как установить правильную высоту базы? Дело в том, что, во-первых, когда вы получаете лук, он примерно подобран по высоте базы и вам нужно подобрать его под себя. Во-вторых, в процессе работы тетива за счет самого свойства материала немножко растягивается, ползет. Это происходит на небольшие, скажем так, доли процента, но это влияет на высоту базы. Что нужно сделать, чтобы установить правильную высоту базы? Итак, вы смотрите, у вас высота базы стала меньше, чем нужно. Что мы делаем? Мы снимаем тетиву и подкручиваем на несколько оборотов. Подкрутили, одеваем тетиву назад, устанавливаем на лук и смотрим. Ну вот, база нормальная. В случае, если база высокая, снимаем тетиву и немножко отпускаем. Таким способом вы постоянно будете иметь одну и ту же месту базы. Это очень важно для точной стрельбы. Нас часто спрашивают, что такое гнездо. Ну, скажем так, это не то, что птички вьют. В нашем деле гнездо – это место на тетиве, куда ставится стрела перед двой стрелом. Это позволяет ставить стрелу всегда в одно и то же место, фиксируя ее по высоте, что позволяет добиться высокой точности стрельбы. Как правильно определить место гнезда на тетиве? Предварительно место гнезда определить довольно просто. Берем лук, берем стрелу, одеваем стрелу на тетиву перпендикулярно на тетиве и несколько миллиметров выше от этого места будет наше гнездо. Это примерное, так называемое предварительное определение места гнезда. Для точного места гнезда лучше обратиться к специалистам, то есть к нам. Для этого есть специальная линейка перпендикуляр, которая позволяет определить место гнезда с точностью 2 миллиметра. Туда? Туда? Субтитры сделал DimaTorzok